Говорят под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. И действительно, буквально несколько дней назад, в новогоднюю ночь, эти дети загадали свои самые заветные желания. И многие из них сегодня сбудутся здесь, во Дворце Независимости. Море улыбок, искренний смех и наполненные счастьем детские глаза. Такая теплая атмосфера сегодня царила во Дворце Независимости. Обычно здесь проходят важные переговоры и совещания на высшем уровне. Но в эти праздничные дни – исключение. Здесь развернули площадку для красочного представления. В гостях около двухсот детей. За ближайшие дни во Дворце побывают ребята со всех уголков страны и не только. Ты понимаешь, что это очень хорошо, что ты сюда попал. Что ты, наверное, особенный среди всех, и это чувствуется. Тут интересное представление, можно всякое делать, свечки, фотографироваться, татуировки, макияж, как у меня. В нашей стране детей никогда не делили на своих и чужих. Сегодня здесь не только белорусы, но и ребята из Донбасса, которые гостят в Синёкой уже вторую неделю. Их новогодняя ночь прошла в Беларуси в полном спокойствии и безопасности. Конечно, и мечты у этих детишек особые, не такие, как у ровесников. Моё самое заветное желание, чтобы закончилась война, чтобы в мире был мир и чтобы я снова увидела всех своих близких. Я своё желание не скажу, но так с хорошим, всего хорошего, наилучшего. По прошествии двух недель почти мы видим вот эти отогретые детские сердца. И у нас ещё остаётся несколько дней, они уже говорят о том, что им не хочется уезжать. И мы услышали фразу, ну что, здравствуйте, наши белорусские горловчане. И даже вот слёзы появились, если честно, на глазах. Потому что на самом деле даже не хочется думать о том, чтобы туда возвращаться. Настолько вот здесь они отогрелись, настолько смогли их поместить совсем в другой мир. Праздник не обошёлся без новогодней сказки, где по традиции добро побеждает зло. Помогали искать потерянное время и маленькие зрители. Костя из Минска не побоялся прийти на помощь сказочным героям. Мадам Зря и Пожирателей Времени вместе удалось победить. Мне тут очень нравится и всё самое лучшее. Тут много аниматоров и всё так красиво и волшебно. Я загадала на Новый год, чтобы моих родителей всё было самое лучшее и хорошее было здоровье. В числе тех, кто сегодня попал в эту новогоднюю сказку и маленькие таланты. Это победители конкурсов, олимпиад и спортивных состязаний. Для них эта поездка – один из очередных завоёванных призов. Я во многих олимпиадах участвую. Меня уже показывали по телевизору, я участвовала в телепередаче. В принципе, участвую очень активно в жизни школы нашей. Здесь очень красиво, очень хорошие аниматоры. Я рада, что я сюда попала. Мы участвовали в программе посещать на 20-летие в БРСМ. Поступали очень много в хороших концертах. Нам очень нравится. Очень весело, шумно, интересно. Мне очень весело, да, с друзьями. С праздника дети ушли не с пустыми руками. Каждого гостя Дворца независимости ждал подарок от президента. В рюкзаке мёд и сок с подворья главы государства и другие сюрпризы. Здесь же удалось сделать подарок своими руками. Во дворце развернулись несколько творческих площадок. Я делаю свечу. Я уверена, что у меня получается. Я подарила маме. И постоянно стоит в доме, напоминает об этом мероприятии. Мне тут очень нравится. И тут такая атмосфера, в которой хочется... То есть, он приходит, сразу зашла в этот зал. И сразу, я думаю, наверное, не верится, что Новый год уже прошёл. Тут такое начинается. Устами младенца глаголит истина. Новогодние праздники продолжаются. И мы, взрослые, вооружившись волшебной палочкой, будем и дальше создавать эту сказочную атмосферу добра и любви для наших детей. Чтобы их счастливые глаза вместе с новогодними огнями продолжали так же блестеть, как сегодня. Глеб Рокофьев, Анжелика Исаения, СТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова